Молитва Богу Отцу в тайной комнате. Мир вам, сестры, братья. Привезу вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Хочу обратиться к пожилым людям. Вам иногда хочется поговорить со своими детьми, услышать их голос? Хочется, чтобы они позвонили, чтобы просто, хотя бы, рассказали, какая погода у них. А о том, чтобы спросили, как у нас здоровье, на это только надеемся. А наш Небесный Отец, как Он хочет, чтобы мы, я, ты, просто пришел к Нему в молитве и рассказал о погоде у вас. И спросил, как у Него здоровье. Наша молитва Богу Отцу в тайной комнате, где присутствует только ты и Он. А если бы мы еще вели молитвенную жизнь, да еще ходатайствовали за других перед Ним в тайной комнате. Но у человека есть препятствие. Это его разум, грех и неочищенная совесть. По сути, между детьми Божьими и Богом Отцом нет препятствий. Но, чтобы убрать все эти «но» и вести молитвенную жизнь, мы и начинаем серию этих видео, в которых мы будем говорить о молитвенной жизни каждого верующего. Научимся молиться под ведением Духа Святого, где сам Дух будет вести и говорить, за кого и как молиться. Научимся духовной брани в духовном мире против начальств и властей злобного духовного мира. Где молиться может каждый, дома, в каком бы возрасте пола не был. В молитве к Богу Отцу все равны. Только это большая тема и будет много видео на тему молитвы. Но мы никуда не спешим, так, сестры и братья. Испытайте силу молитву в нашем последнем видео, когда мы погружаемся в личной молитве Богу Отцу в тайном месте, где пребываете только вы и Он. Присоединяйтесь к нам в развитии молитвенной жизни и ходатайстве за других перед Ним. Молитва так же естественна, как дыхание и жизнь. Подпишитесь на больше контента о молитве, чтобы углубить свою духовную жизнь. Молитва Богу с Духом Святым. Давайте, друзья, посмотрим, что такое вообще молитва. Молитва – это неотъемлемая часть жизни христианина. Например, как одежда. Мы родились голыми, но повзрослев, начали одевать одежду. Одежда у каждого разная, но она есть. Мы можем ходить и без одежды, и будем жить. Но как-то это не так. Одежда – неотъемлемая часть нашей жизни. Когда мы пришли к Богу, молитва – неотъемлемая часть нашей христианской жизни. Мы можем прожить и без молитвы, но это как-то не так. Молитва, пост и жертвенность – это часть нашей новой жизни с Богом. Мы можем прожить и без молитвы, поста и милостой, но это будет как-то не так. Нормальная, успешная жизнь христианина в ежедневной молитве. Она должна стать частью дня, как вы встаете и одеваетесь. Молитва, как часть обычного дня. Вы одеваете одежду. Как это происходит? Представьте, вы встаете, надели брюки, халат и пошли завтракать и на работу. Или вы одеваетесь специально для выхода в город, на работу. Вы же не возмущаетесь и не идете на работу в халате. Конечно, нет. Вы привыкли, и одевание стало частью вашего дня, на которое вы тратите и учитываете, рассчитываете это время, чтобы не опоздать на работу. Как наши милые женщины. Для косметики сколько времени тратите? Это время уже входит в ваш утренний сбор на работу. И это часть вашего обычного дня. Друзья, молитва должна стать частью нашего обычного дня, как одежда, чистка зубов. Много вопросов задают здесь, на блоге. Как слышать Духа Святого? Как найти свои дары служения? Как вступить в служение? И бывало, как получить освобождение? Ответ один. Молитва. Друзья, все эти вопросы – это обычная жизнь христианина. Обычная. Это нормально для верующего, для того, кто пришел к Богу с верой в Иисуса Христа, Дитя Божьего. Слышать и иметь взаимоотношения с Духом Святым. Обычная христианская жизнь – жить, получить, найти свой дар служения Духа Святого и служить Церкви, общине. А когда мы наберемся опыта, если это наше место – служить и за пределами Церкви. Молитва Богу, естественно, как и жить, применять дар служения. Это естественно – жить и применять свой дар служения в жизни. Ведь для этого пришел Дух Святой. Откроем послание к римлянам, 8 глава, стих 1 и 2. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это послание к римлянам, 8 глава, стих 1 и 2. Теперь мы живем в законе Духа Жизни. А основные составляющие – это молитва, пост и жертвенность. Друзья, еще раз на этом сделаю ударение. Молитва – это не что-то сверхъестественное для нас. Это часть нашего обычного дня. Если это не так, если у вас больные зубы и выпадают, нужно начать ухаживать за ними и начать чистить зубы зубной пастой. И желательно каждый день. И если это не так, если вы пока не слышите Духа Святого, не нашли свой дар служения, нужно начать жить христианской жизнью, нужно начать молиться. И желательно каждый день. Сколько раз молиться ежедневно? Теперь подойдем к теме молитвы. Как, где, когда молиться? Сколько раз говорить молитву «Отче наш в день»? Во-первых, молитесь вместе с вашей церковью, общиной. То есть те молитвы, которые коллективные. Это ваша духовная семья. И вы должны быть частью этой жизни, общины, церкви. Во-вторых, личная молитва. Та, которая в тайной комнате. Та, которую слышит Бог и явно воздает. Именно об этой молитве и пойдет в речь на нашем блоге. Мы затронем личную молитву, молитву на языках, молитву, ведомую Духом Святым, ходатайственную молитву. Рассмотрим по шагу, по мелочам, ведь нам спешить некуда. Слышу возражения. Если у вас нет молитвенной жизни, вспомните, что у вас произошло, чему научились, насколько выросли духовно за последние три года. Вспомните, прокрутите в памяти. А теперь возьмите в свою жизнь молитву и посмотрите, что произойдет с вами в следующие три года. Я уверен, изменитесь вы, что даже окружающие заметят. Хотя вы будете молиться в тайной комнате и никто знать не будет. Конечно, изменится и ваша жизнь. Возьмите обязательство перед Богом ходатайства в течение трех лет. Пообещайте Богу и держите слово. Будут меняться обстоятельства, но молитву не прекращайте. И Дух Святой будет вас использовать в течение трех лет в своих целях. По сути, Дух Святой будет ходатайствовать через вас. Можно сказать иначе. Вы будете ходатайствовать Духом Святым. В дорогу, друзья, в дорогу. Два качества молитвы Богу для результата. Во-первых, смирение – это основное понятие для молитвы. Помни молитву Иисуса Христа в Гевсиманском саду. «Да будет воля твоя». Смирение – это основное положение человека, который приходит к Богу в молитве. И второе – это то, что нужно принять и осознать, что человек не умеет молиться. Мы все это знаем и понимаем, как мы не слышим Бога. Это разрыв взаимоотношений и понимания друг друга. Если не слышим, значит, не знаем, как к нему прийти. Это двухсторонний процесс. Можно и так сказать. Человек не слышит Бога, равно не знает, как к нему прийти в молитве. Ходотайство за других – жизнь молитвы. Сегодня я закончу. В следующем видео мы поговорим на такие темы, как смирение в молитве, польза для нас и о разорванных взаимоотношениях с Богом Отцом. Это все влияет на наши молитвы. И, конечно, мы обсуждаем молитву, которая ведомая Духом Святым в тайной комнате, как учил Иисус Христос. На этом блоге мы обсудим, как и с чего начать ходотайственную молитву. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел в послании к римлянам о нашей новой жизни в законе Духа жизни. Более того, мы еще много будем говорить на темы молитвы, Духовного мира, Бога Отца, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово откровение от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.